В общем, я включил на фотофрате автоматический баланс белого и автоматическое ISO, чего я не сделал бы ни за что. Кроме одного случая, я снимаю для Томы обзор своей квартиры. Итак, это обзор моей квартиры для Томы. Больше я на экране показывать себя не буду, а буду показывать то, что вижу я. Сейчас мы на балконе, это прищепки, веревки, покрывало. В общем, это кресло раньше стояло вон там, на нём я снимал пенсионные чтения, на нём я снимал элемент восьмого выпуска. В девятом аналогичный элемент я снимал уже на Том стуле. Почему стул? Потому что он глубже проникает к задней стенке, за счёт того, что он тоньше, чем кресло. И, следовательно, больше места освобождается. Свет на балконе обеспечивается вот этим светильником. Входим. Я не знаю, наверное, зря я решил комментировать всё, потому что, ну, какое-то время я смогу это сделать, но потом у меня закончатся слова. Чёрный фон, короче, я для видео пока что так ни разу не использовал. Зелёный использовал и для хромакея, и просто в качестве, ну, такого же зелёного фона. Сейчас он голубоватый, потому что автоматический баланс белого какой-то не очень автоматический. Тут я сидел, когда разговаривал с котиком, вон телевизор, это гитара, это аккордеон. Они в запакованном виде, это пакеты тоже в запакованном виде. Кровать узнаваемая, наверное. Здесь комод. Вот здесь, примерно с такого ракурса я снимал с себя в каждом из трёх последних выпусков Томы, ну, дегустации рецептов от Томы, то есть в каждом из трёх выпусков, которые были сняты в этой квартире. Это тот самый рисунок. Это бодин рисунок меня, это более ранний бодин рисунок меня. Ну, внутренность шкафа и комода, не знаю, стоит ли показывать. Идём дальше. О, молчать так классно, кстати. Кстати, могу даже показать место, где снимался момент с агентом, который подошёл к двери и говорил, это здесь, вот. Окей. Так, что тут? Тут вешалка, на которой кепка. И полочки со всяким стафом. Дальше. Тут рай дверей. Здесь баночки на полочках. Здесь тоже баночки на полочках, потому что эти две дверцы это одно и то же помещение. Здесь у меня всякая ерунда для уборки. Так. Ванная. Туалет. Какие важные комментарии сейчас прозвучали. Без них, наверное, никто бы не справился в деле угадывания, что же показано. Ну, а это кухня. Здесь вот я готовил. Снималось это, ну, где-то с такого ракурса или там, я не знаю. Вот ореховое деревце, оно без орехов, потому что все орехи в салате, а салат я уже съел. Но от него осталось еще немножко капусты, так что я ее еще как-то использую. Вот. Сейчас. О, там видно меня. А, нет, не вот. Вот чайник, с которым был Исаак в выпуске 8. Да, а вон там, в углу, стоит чайник, с которым он был в выпуске 9. По той простой причине, что в выпуске 8 на момент... Нет, наоборот, в выпуске 9. На момент, когда нужно было снимать Исаака, в этом чайнике было... Он был полный. И это делало, ну, опасной съемку той сцены, когда рука с чайником выпадает из двери. Фуууу! Ну, что, все, наверное. Я не знаю, я могу показать еще вот остатки манника, о котором я говорил, если что. Он очень вкусный. К тому же, ну сначала я очень, ну очень скептично отнесся к тому, что в рецепте было написано, ну что, те пропорции, которые я взял, обеспечат мне 20 порций готового продукта, но там реально 20 порций, потому что он очень сытный. Ну то есть 20 порций, если его с чаем, а если как полноценное блюдо, то сколько, 8, 8 порций полноценного блюда из одного такого пирога получается. Так как мы плавно перешли к обсуждению всего подряд, а не только моей квартиры, то можно поговорить о чем-нибудь еще. Я не мастер говорить о чем-нибудь еще, когда собеседник, ну, виртуален. Могу показать вот сифон, который я поставил, новенький, могу показать две новенькие конфорки, вот эти, которые слева, в отличие от двух, которые справа, которые старенькие. Ближняя из них очень-очень плохо работает, а дальняя не работает вообще. Ладно, окей, я покажу все, что у меня внутри везде. Здесь у меня, ну, всякий кухонный стаф, как и здесь. В этих дверцах то, чем я не пользуюсь, то, что я просто убрал, потому что этим не пользуюсь. В духовке пусто, там лист стоит. Тут у меня тарелочки, тут кастрюли, их больше, но сейчас три, нет, две использованы под что-то и стоят в холодильнике с этим. Старые баклажки, которыми я не пользуюсь. Новые, которыми я пользуюсь, вот. Тут ведро. Тут в баночке с хозяйскими солениями, которые я буду открывать и смотреть, что же там. Здесь всякий клам. В этой тумбочке тоже всякий хлам, а также тряпки и всякие, ну, штуки для обуви. Нет смысла их открывать. В шкафу одежда и обувь. Ничего больше, поэтому тоже нет смысла. Но у меня есть потрясающий комод, в котором у меня лежит здесь просто все подряд. Здесь тоже все подряд, только немножко другое. Второй ящик, он служит для хранения вещей, которые забыли мои жильцы. В третьем я его не вытащу, потому что комод такой себе. Ну, не откроешь ящик без участия двух рук. Тут у меня всякие бумажные дела. Документация. Рисунки, все, которые я делал на заказ и не на заказ. Конспекты. А, еще мои рукописи, да, конечно же. Четвертый ящик. Выглядит так. В левом пакете пластилин, в среднем пакете лекарства, а там бубен. И зеленая сеточка на окна, которую я не использовал. Ну, в Харькове. Я в Днепропетровске ее использовал. Перевез с собой в Харьков остаток. Что еще нужно показать? Я могу показать вид из окна балконного. Собственно, окна выходят во двор. Это потому, что дом окружен двором со всех сторон. Шланг от кондиционера. Давай, автоисо. Ну, ладно. Не автоисо, сам поставлю вручную. А, я понял, это минимальный. Ну, все, накрылась съемка. Минимальный. А, стоп, а шутер. Конечно же. Боже, я просто юный гений. Я же могу делать вот так. О, да, вот. Это шланг от кондиционера. Концептуально скажи. А, все, это максимум. Ладно. Возвращаемся на место. И, короче, на этом синим потрясающим оконном отливе я хотел бы закончить этот потрясающий видеорассказ. Всего вам хорошего. Всегда оставайтесь здоровыми, красивыми, такими же веселыми, как сейчас. Помните меня и не забывайте, что... Ну... Я не знаю. Блин, блин, ребят. Пока скидывается с одной флешки, я вставил другую. Я же обязан, я просто обязан это показать. Вот. Это же моя стена с... Автобэбэ. Почему автобэбэ не работает? Ладно. Здесь карта Харькова. Это плохая карта Харькова. Она очень... Мелкая. Слишком большой масштаб. В общем... Ну, тем не менее, я могу показать, где я живу. Вот улица Корчагинцев. Теперь она называется Амосова. И... Я живу, ну, примерно в красной точечке, где написано А10. Это если грубо. Вот. Что еще хорошего есть на этой стене? Визитка сантехника, визитка копировального центра. Рекомендации по упражнениям для зрения и по питанию. И самая важная вещь в моей жизни вообще за все мои 20 лет. Конверт из Ирландии, в котором мне прислали диск из Ирландии. С группой, которая поет песни из Ирландии. Из Ирландии. Ну, то есть, группа из Ирландии поет песни из Ирландии. Тут есть ирландская марка. Ну, мне ни на что резкости не хватает. Вот. Есть ирландская надпись. Она, правда, на английском. Есть вот такое. И, в общем, эта стена... Ну, она достойна чьего-то внимания, наверное. Ну, и, кстати, еще я не показал градусник. Он отличный. И еще я не показал кондиционер. Да. Он висит вон там и... Теперь работает. Может, я еще что-то не показал, пока этот второй заход длится. Ну, да, у меня еще есть антресоли вон там и вот здесь. И здесь еще, ну, второй вход со стороны кухни. Но там у меня то ли вообще ничего нет, то ли есть что-то крайнее неважное. Так что, не знаю. Ну, и да, какой-нибудь финальный кадр должен быть отличный, скажем. Я не знаю. Давайте финальный кадр будет повторять вот этот кадр из дегустаций. С ноутбуком, с тем местом, на котором я сидел. Ну, и да, я до сих пор не придумал, как закончить ту фразу, которую в прошлый раз я не придумал, как закончить. Потому что я, в принципе, не думал, как ее закончить после того, как ее сказал. Поэтому просто пока.